Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Крабовидная туманность, формально известная как Месье-1, М1, появилась в результате взрыва сверхновой СН 1054 в 1054 году н.э. Она стала первым астрономическим объектом, отождествленным с историческим взрывом сверхновой, записанным китайскими и арабскими астрономами в 1054 году. Расположенная на расстоянии около 6500 световых лет от Земли, туманность имеет диаметр в 11 световых лет и расширяется со скоростью около 1500 км в секунду, в центре туманности находится пульсар Краб-Пусар, нейтронная звезда, 28-30 км в диаметре, который испускает импульсы излучения от гамма-лучей до радиоволн. В рентгеновском и гамма-диапазоне излучения свыше 30 кф этот пульсар является сильнейшим постоянным источником подобного излучения в нашей галактике, ученые из университета Лаваля создали новую трехмерную реконструкцию туманности. Теперь астрономы смогут перемещаться вокруг и внутри крабовидной туманности и изучать ее волокна одно за другим. Команда использовала мощный спектрометр изображения Ситил на телескопе Канада-Гавайи-Франция, CFHT, в Мауна-Кия, Гавайи, чтобы сравнить трехмерную форму М1 секунда двумя другими остатками сверхновой. Трехмерная реконструкция крабовидной туманности состоит из 406 472 отдельных точек, в спектрах которых было обнаружено излучение туманности. Светящаяся синяя сфера в центре является искусственной и имитирует континуум. Фон в виде млечного пути имитирует перспективу, наблюдаемую при движении вокруг туманности, новая реконструкция стала возможной благодаря новаторской технологии, используемой Ситил, которая включает дизайн интерферометра Майкельсона, позволяющий ученым получить более 300 тысяч спектров высокого разрешения для каждой отдельной точки туманности. Читать далее на спутнике Сатурна Реи обнаружили следы ракетного топлива. Откуда оно там? Самый большой в мире айсберг разрушился. Осколки устремились на север. Это опасно, аборты и наука, что будет с детьми, которых родит каталог Месье, список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Месье и впервые изданные в 1774 году. Месье был охотником за кометами и поставил цель составить каталог неподвижных туманностей и звездных скоплений, которые можно было спутать с кометами.